Развитие оленеводства и звероводства – тема, которую глава района никогда не обходит стороной при встречах с казымчанами. Казымская оленеводческая компания является основным предприятием поселения, а эти два направления её работы приоритетны не только для района, но и для игры в целом. Отметил Сергей Маненков и то, что оленеводы Казыма четыре года подряд выигрывают Кубок губернатора на окруженных соревнованиях. Мы уже планку по количеству голов оленей взяли больше, чем 16 тысяч голов. И, по крайней мере, верно согласитесь, что это очень здорово. Мы колоссальный объём работ сделали по реконструкции зверофермы, и сегодня количество чернобурок приплод составил больше 2,2 раза, чем в 16-м году. Это тоже показатель. Буквально на днях в очередной раз Кубок губернатора прошёл, наш опять Иван Попов занял первое место и, наверное, где-то в дороге уже его выиграны на соревнованиях в Буран. Это говорит о том, что действительно мы сегодня сильны и, по крайней мере, сохранили традиционный образ жизни. И согласитесь, что я не думаю, кому-то надо объяснять, какой нелёгкий труд сегодня у оленеводов. От темы производства глава перешёл к не менее важным моментам. Говорил о строительстве жилья, рождаемости и доступности медицины. Последнему уделил время особо. Подчеркнул, что в районе не закрыли ни одну участковую больницу, ни один фельдшерско-акушерский пункт. Отстаивали каждый объект, доказывая нецелесообразность оптимизации в этой сфере. Убедили правительство округа губернатора о том, что нам край нужна здесь участковая больница. Хотя были посылы соптимизировать, сделать что-то, закрыть стационар. И, благо, к нам прислушались. Я благодарен Наталье Владимировне. Вместе с Алсу Хасимовной подходили к ней. Мы, по крайней мере, договорились и больницу оставили в Казыме. Встреча продолжилась в презентации проекта «Комфортная среда». Казым – первый среди поселений района, где начали реализовывать эту программу. Ещё два объекта в её рамках благоустраивают в городе. В Казыме же первой зоной стал новый мемориал войны Великой Отечественной войны. Главный архитектор района рассказал, как планируется преображать посёлок дальше. Входная зона – это площадь перед входом в Дом культуры. Она представляет собой такую прогулочную территорию с скамейками для кратковеренного отдыха, урнами. Также здесь можно добавить клумб. Общественная зона представляет собой центральную территорию, центральную площадь. Основным объектом притяжения этой зоны является, например, фонтан, либо скульптура какая-то, либо центральная клумба на выбор. Депутаты села задали вопрос, можно ли что-то поменять в проекте на данном этапе. Ответ – можно и даже нужно. В этом весь смысл, ведь людям должен нравиться конечный результат. Для этого необходимо включаться в процесс обсуждения и далее – реализации проекта. У казымчан это получается. Чтобы эта зона была немножко, имела своё лицо, что ли, с нашим национальным колоритом. Может быть, это отражало жизнь как-то оленеводов, рыбаков, чтобы, приехав сюда, уже было понятно, чьи это дети, чей это посёлок. Как-то орнамент использовался в оформлении. Да, люди включаются, обсуждают, но также мы обсуждали то, что мы должны решить, что в первую очередь сделать, что вторую. Люди сами поняли, что это решает не администрация, а мы сами. Поэтому будем ещё обсуждать, что следующее. Хотя у нас самая инициативная группа, мы всё-таки следующая. Не знаю, это может быть проект не по комфортной среде, но о переименовании улиц. Очень хотим, чтобы вывески появились на всех зданиях, на двух языках. Желательно общение на трёх и на четырёх. Следующая зона, выбранная для благоустройства казымчанами, примыкает к возведённому в прошлом году обелиску. Это будет площадь перед Домом культуры, место для отдыха и семейных прогулок. Яна Филиппова, Пётр Михалак, Время новостей, Село Казым. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!